Что ж, почитал ваши материалы, Данила Михайлович, вы нам подходите. Оригинальный взгляд на проблемы, интересный стиль изложения. Одним словом, я буду очень рад вас видеть в нашем коллективе. Спасибо. Постараюсь не обмануть ваших манежных. Надеюсь. Зиночка вам покажет ваше рабочее место, можете приступать прямо сегодня. Супер. Зина! Да? Покажите, пожалуйста, Данилу Михайловичу ее рабочий кабинет, расскажите о правилах. И обязательно сообщите девочкам, что он очень счастлив в браке. Так. Так, подожди, подожди, положи на меня, Даня, ну Даня, сегодня мы должны все рассказать родителям. Леночка, слушай, ты волшебница, да? Стоило подумать о пирожках, а не тут как тут, слушай, восхитительно. Лена, сколько раз тебя просить, чтобы ты проветривала после своей готовки? Ну тут же капусты, все провоняло, Даня любит капусту. А что тут смешного? Даня любит все вредное, он большой ребенок, за мужем надо смотреть, милочка. Мам, ну перестань. Что перестань? Ну что перестань? Пирожки при твоей язве, это бомба. Да. Замедленного действия. Ладно. Галерия Степановна, язва у него уже давно. Это не главное, самое главное, в общем, родители, у нас есть для вас две новости. Одна хорошая, а другая очень хорошая. Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можете меня поздравить, меня взяли вертикаль. Хороший оклад, свой кабинет, все как я хотел. Поздравляю, сынок. Наконец-то. А я знала, знала. Я знала, ты заслужил это, сынок. Так, ну, а вторая? Мы переезжаем на съемную квартиру. Почему? А что вас здесь не устраивает? Мам, пап, мы просто уже созрели для отдельного проживания. Ну и потом, вы от нас отдохнете. Да. Ну, и вообще, это не главное. Самое главное, у нас с Леной будет ребенок. Ребенок. Ну да. Как ребенок. Мама. Ты, ты вообще понимаешь, что такое ребенок? Да на твоей карьере сразу можно будет поставить большой крест. Ну, а как же я? А вы? Да. Дедушка, бабушка. Я бабушка. Ты хочешь сказать, что я буду нянчиться? Ну, а почему бы нет, вспомнишь молодость. Ну, спасибо тебе, сынок. Каля. Спасибо тебе, сынок. Значит, ты хочешь сказать, что я старая кляча. Ну. Все. Жизни конец, карьере конец. И что мне остается? Только пеленки, подгузники, кашки и детские болячки. Так вот поэтому мы съезжаем от вас, потому что, чтобы вы отдохнули, чтобы мы вам не мешали с ребенком. Не трогай меня. Ну, значит, так. Ты все решила. За меня, за себя, за него. Но учти. По-твоему, не будет. Так и знай. Я не позволю тебе разрушить нашу семью. Все, что я с таким, с таким трудом создавала годами. С таким трудом. Лена. Даня, не уходи. Слушай, ну это чисто нервная. Чисто нервная беги за Леной. Иди, иди. Я сам справлюсь. Лена. Лена. Чего же без сахара? Брату, кисок. Слушай, деньги есть у тебя? Нету. Ну, дай на бутылку. Чего ты? Нету, я клянусь, у меня нету. Ты что, ну дай, ты что, ну хашь, что ли? Да у меня опять руку. Опять руку. Паразит, что ж ты делаешь там? Ой, ты девонька моя миленькая. Ну-ка давай, вставай, мой хороший. Вставай на лавочку. Вставай на лавочку. Ой, молодец. Ой, хорошо. Ну-ка, миленькая. Ой, я тебя знаю, Дивуля. Слушай, ты не на сносях, а? Ой, подожди, сейчас. Эй, стойте, стойте, стой, тебе говорят, стой. Бабка, ты что, на ту свет захотела, а? Мне еще рано. Посмотри, девочки, плохо. Бильз загибается. Ну что, ну что, сейчас разбежался. Ну подожди, вот, вот этого тебе хватит. Колымагу свою пожалел, на. Банка грабила, что ли? Да никакой баку, вон в больницу же надо. Помоги девочке. Помоги девочке. Не можешь? Потихонечку. Ну-ка ты уж ее завези. Помоги, ладно? Даня, я не знала, что ты куришь. Ты хочешь рак заработать, да? Мать, ну прекрати, пойдем домой. Сынок, пойдем. Ну какой смысл тут торчать целую ночь? Тебе надо отдохнуть. Мам, да перестань ты меня уже воспитывать. Хватит, правда, я остаюсь, сколько можно повторять? Как хочешь, как хочешь. Пойдем, пойдем. Не спишь, ты поспи. Чего быть, тому не миновать. Не мучайся дочкой. Дочка. А может, это и девочка была? Может, и девочка. Только врачу не до этого было. Да и срок был маленький. А ты поплачь. Твои-то приезжали. Муж, свекор со свекровью. Только врач их не пустил. А может, там внизу в приемном покое сидит. Если хочешь, я его приведу. Нет, так нет. А ты поплачь. Со слезами все выходит. Это только ночью темно. А день будет обязательно светлый. Леночка нас теперь помучает. Хотя доктор говорит, что состояние у нее стабильное. Стабильное тяжелое, ты хочешь сказать. Ну ничего, она молодая. Подлечит будет, как новенькая. А ты знаешь, может, это даже и к лучшему. Желающих нищету плодить, и без них полно. И что Даня в ней нашел? Ни рожи, ни кожи. Господи, что ты такое говоришь? Ну вся эта слепая ревность убила в тебе всякие чувства. Честное слово. Ты понимаешь хотя бы, что Лена, наверное, никогда не будет иметь детей. Ну ты это хотя бы понимаешь. Ну неужели тебе ее не жалко никак, а? Ну как ты пять лет, пять лет она была домохозяйкой. Пять лет ты ее приучала к тому, что место женщины у домашнего очага. Сама ездила по гастролям, и все равно находила поводы, чтобы ее упрекнуть в чем-нибудь. Так, а ну-ка. Ну-ка, останови машину, я пешком дойду. Видеть тебя не могу. Сына родного он в грош не ставит. Леночка у него во всем. Ну прекрати ты, иногда бываешь просто невыносимо. Ну что ты делаешь? Выпусти меня сей, не умею. Переедет в перекресток, и ты выйдешь сама. Доброе утро, Михаил Данилович. А я знаю, что вы притворяетесь и не спите. Леночка, мне нравится, когда ты меня будешь. Я сразу вспоминаю детство, маму. Она так же вот тихо приходила, разговаривала, шторы открывала. Мне на секунду кажется, что совсем уж не старый перечник, а? Как вы себя чувствуете? Ах, хорошо. Спал как младенец, видимо. Массаж пошел на пользу. В космос пора. Ну, космос подождет, а вот пару отбивных я бы сейчас съел. Овсянка, куриное суфле и какао. Лена. А? Скажи, а что, Данил сегодня опять не ночевал? Ну, вы же знаете, когда выходит новый номер, всегда так. Но вы не переживайте, он не забудет, какой сегодня день. Хватит оправдываться. Ты можешь просто выполнить обещание. Я надеюсь, ты помнишь, что сегодня у Карелии Степановны день рождения. Теперь помнишь? Хорошо. Я рада. Ну, здравствуй, дорогая. С днем рождения их не принято поздравлять, но Каля так ждала и любила это событие. Каля. Да, я слушаю. Каля. Да, да, конечно. Каля. Она надух не переносила, когда ее так называли. Зачем же вы тогда ее так называли? В гневе. Она бывала призабавной. Ты знаешь, она всю жизнь боялась казаться призабавной и смешной, и слабой. Она только прикрывалась этим своим высокомерием. Мама, ты простила ее? Значит так, родственники, звонили из основного офиса руководителя всего нашего издательского холдинга Артамонова, просят срочно приехать. Что, проблемы? Нет, скорее наоборот. Но я пока ничего говорить не хочу, чтобы не сглазить. Мама бы мной гордилась. Наталье, привет. Выглядели потрясающе. Благодарю. Шеф, у тебя? Придется подождать у босса дочка. Вернулась из свадебного путешествия, вся в слезах и соплях. Да ты что? Выскочила замуж за Жеку после месяца знакомства, представляешь? Она думала, что он за ней всю жизнь королевский шлейф будет таскать. Угу. Как же. Босс им купил путешествие по Европе. Так Жека в Лондоне и застрял. Кто из Жека? Данила, да вы что? Жека Лонг из группы Black Island. Ну подумай, поехал в свадебное путешествие и заключил контракт с английской студией. Везунчик. Во дает. Кстати, анекдот в тему. Проверяет отец у сына дневник. Математика 2, физика 2, а пение 5. О тебе, он еще и поет. Ладно, я посижу, подожду. Ага. А тебя предупреждали. Присмотрись. В этой гитаристишке на лбу написано «дегенерат». Папа, уже не высшее образование. Одно другого не исключает. Да вернется, успокойся. Еще и прощения попросят. А насчет этого, может, ты ошиблась? Да, конечно, три недели. Но папа, ну что мне делать? Да что все бабы делают в таких случаях? Рожать. И даже не думая от него избавиться. Волосатый об этом знает? Знает. Такой мудолампочке, моя проблема. Папа, я не готова стать матерью. Зато я готов стать дедом. Надеюсь, это будет пацан. Наталья. Да, Олег Родионович. Потемкин подошел? Да. Пригласи его ко мне. Дай-ка сумочку. Давай-ка прогуляйся по магазинам. Развлекись. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Даниил. Ирина. Очень приятно. А, пап, а у меня машина в сервисе. Может быть, я тебя дождусь? Может, не получится. У меня сегодня встреча с немцами. Если что, Наталья вызовет такси. Хорошо. Прошу. Ирина. Да. Сумочку забыла. Поздравляю, Даниил Михайлович. Ваш журнал имеет самые высокие рейтинги среди наших изданий за последние три месяца. Думаю, в первую очередь, это ваша заслуга. Нет, Олег Родионович, это заслуга всей моей команды. У нас ведь работают профессионалы высшего класса. Случайных не держим. Похвально. Спасибо. Кое-кто из моего окружения предлагает включить вас в редакторский совет. Как вы на это смотрите? А, я постараюсь оправдать ваше доверие. Так, может быть, у вас уже есть какие-то предложения? Например, как реанимировать визави? Олег Родионович, дайте мне пару дней, я сложу вам все варианты. Договорились. Олег Родионович, дайте мне пару дней. Ирина, а Олег Родионович только что уехал. Ой, да я не успела. Может, вас подвезти? Да неудобно как-то. Мне еще в торговый центр надо. Но если у вас есть время... Найдется. Садитесь. Смотри-ка, вроде ничего особенного, вот за душу берет. Слушай, есть какая-то драматургия, да, кураж в этом вот во всем. А это что за композиция? Где-то я вроде как город знаю вдоль и поперек, а? Суворовский бульвар. Да ты что? Кстати, помните Севу Горохова, который у вас на экзамене пытался вам Шекспира читать, вместо того, чтобы глагольные времена рассказывать? Ну, еще бы и не запомнить такого парня. Он же все-таки в то время, как у меня четверку-то вымолил. Так я вот здесь его встретила недавно, представляете? Да ты что? Ну и что? Я давал вам огромный привет. Все у него хорошо. Работает в рекламе. Влюблен и беспечен. Да. Счастливый характер. Леночка, слушай, мне Гордеев вчера звонил. Ему нужна секретарша с хорошим знанием английского. Хитрецы. Да у Якова Семеновича наверняка там очередь стоит из желающих. А вы все меня пытаетесь сосватывать. Нет, я вас никому не доверю. Леночка, жизнь дается только один раз. А ты лучшие годы проводишь возле инвалидов. А ну-ка прекратите так говорить. Все, давайте отдыхайте, Даня придет, будем ужинать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Что случилось? Вам плохо? У меня-то не ела найти. Сейчас, я скорую вызову. Сейчас, подождите секунду. Спасибо. Вот. Простите, что отняла вас весь вечер. Да ничего, вы обращаетесь. Ну, пока. Ну, да, пока. А, давайте по маму, конечно. Ну, может, зайдете? Катя. Нужна срочная госпитализация. Катя, зовите Петра. Вы кем приходите с больным? Я… Это, это моя дочь. Соберите самое необходимое, главные документы. Хорошо. Лена, готовьте место в реанимации. У нас здесь обширный инфаркт. Лена, хватит думать о других. Гордеев поможет. Успокойтесь, все будет хорошо. Ну, в общем, как он познакомился с этим продюсером, история умалчивает. Но в этот момент все очень изменилось. Собралась вся группа, они как будто и не расставались. Он меня звал к себе на студию. Ну, вот и не за этим приехали. Я думаю, он понял, что потерял больше, чем приобрел. Я закурю? Кури. Мне тоже дай. Расскажи мне что-нибудь про свою жену. Какая она? Какая? Она не курит в постели. И это все? Наверное, ты ее любишь. Ты любишь дышать? Уверен, тебе по барабану, но не дышать ты не можешь. Хороший ответ, а? Да, вот только мне как-то не до смеха. Ну что, как он? Я сожалею. Нет, не может быть. Мы сделали все, что могли. Мне очень жаль. Значит, она домохозяйка, сестра милосердия и сиделка в одном флаконе. Ты мне не ответил на один вопрос. А хорошо ли тебе с ней в постели? Мне пора, Ира. Слушай, а тебя не тяготит эта ее святость, а? Ты же рядом с ней весь такой несовершенный, а? К тому же теперь еще и изменил ей чудовище. Мне пора. Мы еще увидимся? Я позвоню. Ну, если не позвонишь, мы люди не гордые, я и сама позвоню. Без дачи. Я скоро буду, у меня есть для тебя очень хорошая новость. Хорошо, молчу, слушаю. Что? Кладу человека цветы! Вот как мне жить с этим? Вот как мне жить с этим? Почему ты молчишь? Я чувствую, ты меня осуждаешь. Я мало внимания последнее время уделял отцу. Но ведь ты всегда была рядом с ним, и я мог не беспокоиться. Он просил что-нибудь передать? Он просил найти тебя. Прости, но я не телепат. Жестоко. Тебе мало моего раскаяния? Ты спросил, я ответила. Дань, помоги мне работу найти. Может быть, у тебя в журнале, я готова быть корректором, фотографом. У нас работают только профессионалы. Что ты можешь делать так, чего не могут другие. Спасибо. Я сама справлюсь. Ленка, прости, я не понимаю, что говорю. Ленка, прости меня. Я пропаду без тебя. Прошу тебя, не отталкивай меня только сейчас. Ну, ответь, друг, что-то важное. Да знаю я их важно. Пусть самостоятельно принимают решение, а то без меня и слова выдавить не могут. Начальник. Правильно, начальник должен быть строгим. А для тебя мне важно быть хорошим. Мне хорошо, когда ты хороший. А тебе хорошо? Мне всегда с тобой хорошо. И вообще ты здорово придумала, что вот так спонтанно меня взяла, вытянула. Я уже забыл, когда последний раз вот так вот просто шатался по городу без дела. А давай поедем в кино? Или… И вообще уедем из города. Да, как раньше. Слушай, надо чаще выбираться. Не знаю, отключать телефон и уезжать за город, кататься на лошадях. И ты так умеешь, Потёмкин. А ты сомневаешься? Да. Да. Лен, я знаю, ты обо мне заботишься, и я чаще не замечаю это, не ценю, но я обещаю справиться. Правда. Ты мне веришь? Потёмкина. А кто тебе звонил, пока я брился? Мой тайный соперник? Оля Сорокина. Оля Сорокина — мой тайный соперник? Моя однокурсница. Они просто сегодня встречаются, и меня тоже позвали. Я согласилась. Ты ведь не против? Да нет, конечно, не против. Что-то не похоже, а что не так? Ну, просто столик выдай, мне никогда не поздно отменить, и можешь на свою встречу надеть новое колечко. Оп. Столик выдай, мне не отменяй. Точно? Только заехать я за тобой не успею. Доедешь сама, хорошо? Конечно, хорошо. Ну ладно тебе, малыш. Все, пока, я побежал. Пока. Понятно, спасибо, извините. Я не знаю, где ты найдешь фотографа, но должна была сделать это неделю назад. Простите, пожалуйста. Вам нужен фотограф? Да, нужен. А что, работу ищете? Да. Небось, высокую зарплату хотите? Нет, меня муж обеспечивает. Я просто работать хочу. Ага. Только у меня опыта работы нет, но я шесть лет уже занимаюсь фотографией. А что нужно фотографировать? Благотворительный фонд, близкие люди, помощь детям-сиротам. Работы много, денег мало, зато свободный график. Я согласна. То есть денег вообще нет? Мы оплачиваем обед и проезд. Я же говорю, я согласна. Серьезно? Ну тогда вот, адрес и телефон. Кстати, зовут меня Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, а я Елена. А, отлично. Ольга Сергеевна От заведения. Спасибо. Может быть, я принесу ваш заказ? Нет, не нужно. Солнце, так, влюблённые, тускубков, императрица, император. Да, Ира, да, Ира, всё было хорошо, тоже хочу, встретимся. Послушай, я тебе перезвоню, всё, я не могу, да, обещаю. Простите, ваша дама ушла полчаса назад, прикажешь себе подавать ужин? Да какой к чёрту ужин? Извини, дружище, ты ни при чём, но вот, это тебе на чай. Лена, прости меня, я не думал, что так получится. Я не хочу, чтобы говорить по чём, когда ты валишь. Солнышко, пожалуйста, не будь дурой, пойдём в машину, дождь идёт, ты вся промокла. Я понимаю, я опять в дураках, пожалуйста, давай без истерик. Я знаю, ты бы лучше поехала бы навстречу однокурсников, но прошу тебя, давай без сцены. Палтёмка, ты меня душа, мне плохо, понимаешь? Вот, видишь, вот. Лена. Прости, прости, прости. Смотри, ты Коля, маленький Пикассо. Ты представляешь, на благотворительном аукционе его автопортрет ушёл за две тысячи евро. Да ты что? Вот о ком писать надо. Я подумаю об этом. Это что? Открой. Надеюсь, размером не ошибся. Примерь, мы приглашены на юбилей Ренессанса. Когда? В пятницу, 18.00. Ты просто будешь обязана затмить всех женщин. Что-то не так? Я должна в эту пятницу ехать фотографировать за город, в детский дом. Ну, значит, не поедешь, ты и так целыми днями с этими детьми. Нет. Лена, я не могу пойти один. Давай сделаем так. Давай возьму платье с собой, приеду к тебе в офис, там его переодену. Правда? Домой я всё равно не успею заехать. Смотри сама. Я ждать не буду, мне нужно быть вовремя. Слушай, две тысячи евро за эту мазню? С ума сойти. Посмотри мою речь. Может, что посоветуешь? Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ольга Сергеевна, ну долго ещё, а? Меня муж в ресторан пригласил, если я опоздаю, он меня никогда не простит. Ну, не могу же я по щучьему велению мотор реанимировать. Попытайся попутку поймать. Вась, что там, а? Да тут полная безнадёга. Давай на попутки, а? Давай на попутки. Давай на попутку. 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 Девочка была, берега платье, детственничество. Ну чё, загораешь? Аэроплан что? А Майкл Мага подойдёт? До города довезёте? Садись. Лебо взлететь, если только влюбиться. Ариен и Горь, звёзды, как свечки, по вечерам отражаются в речке. А можно я у вас переоденусь? Да не вопрос. Спасибо. Ого, чё, на праздник опаздываешь? Юбилей издательского дома. Через полчаса всё начинается, а я как обычный. А где гуляете? В Юлиане. Неплохо. Ну и с кем? Меня там ждёт муж, и он не должен знать о моих косяках. Мой бывший муж тоже был занудой. Поэт. Пилил, воспитывал, а потом оказалось, что у него каждая неделя новая профурсетка. Забудь. Одевайся. Спасибо. Спасибо, пока. Ну давай. Пока. Новый прикид, новый тренд. Последний писк. Здрасте. Меня ждёт Данил Потёмкин. Да. Проходите. Прошу. Спасибо. Вау, Ируния. Отпадный мужик. Где засада? Где-где? В голове у него засада. Видишь ли, он не может бросить эту свою бесплодную мышь. Она сидела с его папашей инвалидом. Ничего себе. А ты ему рассказала о ребёнке? Сегодня скажу. Хочу посмотреть сначала на его ангелочка. Прикинь, что он меня сегодня попросил? Сделать вид, будто мы с ним не знакомы. Разве твой отец не в курсе? Сто пудов это она. Да ладно, брось ты, угостей. Пожалуйста. Да, паршиво всё получилось. Что вы сказали? Извините. Я говорю, прохладно. Да. А ты куда сбежал? Там отец тебя хочет видеть. Как я говорил. Блестяще. Только, если честно, я тебя совершенно не слушала. Я смотрела на тебя и думала о нас. Ты чем-то расстроен? Да ничем не. Просто вышел подышать свежим воздухом. Ты возвращайся, а то замёрзнешь. Я вернусь сейчас. Хорошо. Вы Данил Потёмкин? Да. Значит, это была ваша супруга. Что, простите? Ну, она приезжала, минут десять побыла, вышла, села и уехала. Как уехала? Мне показалось, что она была не совсем...